Всем привет! Меня зовут Леонид Максимов, и это передача в мире бас-гитаристов. Сегодня у нас в гостях музыкант, у которого в дипломе написано «Исполнитель на бас-гитаре». Встречаем, Анастасия Калинина. Настя, привет! Привет! Очень рад знакомству. Ты уже второй гость, который приходит к нам в передачу и представляет прекрасную половину человечества, которое, несомненно, также прекрасно владеет инструментом, который пытаемся мы изучить. Первый вопрос, который я задаю всем гостям. Расскажи о себе вот вкратце. Как ты дошла до такой жизни? Где ты сменила платье на бас-гитару? Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно. Вообще у меня такая история, ну, какая-то нелинейная, скажем так. Я мечтала стать пианисткой. У меня старшая сестра, она ходила в музыкальную школу, занималась там. Ну, там был очень суровый преподаватель. Ее били линейкой по рукам. Какие-то были ужасы просто. Я, глядя на это, поняла, что нет, я боюсь просто вообще подходить к этому инструменту. А потом меня попросили подыграть в гитарном ансамбле. Просто говорят, ну, играй там тан-тан-тан-тан. Я такая, вау, это я точно смогу. Ну, стандартная, наверное, история, что четыре струны, не страшно. Я начала заниматься в музыкальной школе. Также занималась на классической гитаре пару лет. Вот. Ну, потом, когда я решила уже поступить там в колледж или в какое-то такое профессиональное заведение, мои родители сказали, что это не профессия. Ну, как обычно тоже, пока все стандартно. Я потом отучилась на химика, химик-технолог. Потом закончила еще бакалавриат, точнее, магистратуру по экологии. И потом я поняла, что я хочу все равно играть на бас-гитаре. Вот. И уже в 23 года я скопила денег, приехала в Москву. Вот. Поступила в эстрадно-джазовое училище, колледж сейчас, Ордынка. Закончила его. И дальше я уже не стала учиться, потому что я поняла, что все. Пора работать. Четвертое образование, да, уже будет лишним. Надо работать, играть и радоваться, что я вот все-таки занимаюсь любимым делом, вот. Потому что к этому всегда тянуло. Ну, собственно, такая история у меня, если вкратце. А как, немножко осветить, как, например, начались концерты, работа в коллективе? То есть вот были ли какие-то сложности? Потому что сколько лет назад это было? Наверное, тогда еще не было столько девушек, которые прекрасно владеют бас-гитарой. Сейчас это все набирает, набирает обороты. Ну, да. Вообще начала я все это в 10 лет. Я была маленькой девочкой, вот. И пыталась собладать с бас-гитарой. Еще у меня такой был эпизод, что я играла в церкви. Это вот как американские всякие вот такие нео-течения. Точнее, не могу сказать, но там была живая группа, живой ансамбль. И как раз нужно было играть на бас-гитаре. Мне дали опять-таки бас-гитару. Я уже что-то умела, влилась туда. Ну, там был полный бэнд, барабаны, синты, гитары. И вот первое мое выступление было перед залом в 4 тысячи человек. У меня было вот 12 лет где-то. У меня просто давай, кто, если не ты, никого больше нету. Я что-то там нажимала. Было очень страшно, но мне сразу понравилось. Я думала, да, вот это хорошо. А можешь сказать такой вот вопрос? Все-таки дети, они немного по-другому видят мир. И они все-таки более бесстрашные, чем взрослые. Только потому, что они не понимают ответственности. А взрослый уже понимает всю ответственность. Соответственно, он может волноваться и себя более закомплексованно вести только из-за того, что он понимает, как это может смотреть со стороны. А ребенок не понимает и делает. И у него поэтому еще и лучше может получаться какие-то моменты. А вот в 12 лет это очень шикарно, такой концерт получить в опыте. А вот потом, когда ты выходила уже в более, во взрослом, не знаю, там, в возрасте именно с бэндом у тебя были, ты вот можешь проанализировать, были ли какие-то новые ощущения, какой был самый страшный концерт? Все-таки тот в 12 лет или, может быть, какой-то отчетный, когда ты была уже старше? И, может быть, даже было меньше народу, но волнение было больше? Ну да, тут, конечно, и от возраста зависит, но, наверное, больше зависит от обстановки, от ситуации. Самые мои ужасные выступления, страшные, это все экзамены, это госэкзамены, хотя я к ним очень долго готовилась, там, все выверяла, там, занималась. Именно вот эта вот составляющая оценки, какие-то конкурсы мне очень всегда тяжело давались. Небезызвестная многоликая гитара, которую я вроде даже выиграла, я сейчас уже не помню, если честно. Вот. И вот именно конкурсы мне давались тяжело. А если я в материале, причем со мной рядом люди, с которыми мне комфортно играть, у меня обычно не очень много волнения, больше такое, знаешь, чувство предвкушения, что о, сейчас что-то классное будет. Вот. А если, даже сейчас, если я не особо в материале, конечно, волнение присутствует. Вот. А в 12 лет я почти не волновалась, я просто не понимала, что происходит. И дергала свою... Чего они все орут и смотрят на меня? Я дергала свою одну струну там. Слушай, а с какими артистами ты уже поработала и, может быть, работаешь сейчас? Расскажи о своем, вот, сейчас, на данный момент, твой вид и деятельность. Вот как вот у тебя складывается с концертами и вообще с музицированием на бас-гитаре? Ну, вообще, у меня так сложилось, что я всегда как-то играла сессионно. То есть у меня очень редкие были периоды, когда я находилась в одном коллективе, ну, даже год, например. Потому что мне все было ужасно интересно. То есть я и регги поиграла, мы играли с Гербертом Моралесом, русское регги, русские регги. Вот. Мне этот период очень нравился, я обожаю регги. Потом с Дмитрием Четверговым играли. Тоже совсем другая музыка, но мне стало очень интересно. Думаю, у меня всегда был азарт, а смогу я это сыграть или нет? То есть когда это в другой стиле, ничего не понятно. Ну, просто были какие-то джазовые истории. В Козлове постоянно там джемы всякие. Какие-то просто артисты, которые, наверное, можно назвать джазовой сценой. Сейчас я работаю с группой «Пицца», чудесные ребята. Только начала с ними сотрудничать. Я, наверное, многого уже не помню, потому что очень много разных групп, событий, то есть каких-то фестивалей. Хорошая группа «Сикрет ателье». Там я в постоянном составе. Это такая электронная танцевальная музыка с элементами импровизации. То есть там есть духовая секция, там много импровизационных моментов. Но это, наверное, больше такая андеграундная сцена. Ну да, и там, как мы уже выяснили, ты работала с Олей, да? Долгополовой. Да, это был классный опыт. Это барабанщица Линды, с которой я тоже поработал. Оля, привет, если ты это увидишь. То есть сейчас у тебя сессионная работа и группа «Пицца». Ну да. И получается, что ты очень хорошо, значит, учишь материалы. Это хорошая такая функция, чтобы прям быстро адаптироваться, снять программу. То есть это прям очень круто. Да, снятие материала – это отдельная тема, потому что поначалу я с этим плохо справлялась. То есть несколько разных программ, как-то надо их структурировать. Еще у меня были листы, просто вот А4 с топками. И это все было в таком полном хаосе. Ну и я, в принципе, так считаю, если хаос вокруг, то он и в голове. А если как-то удается структурировать это хотя бы визуально, то и в голове прочищается. В общем, купила я себе планшет, iPad, все записываю. У меня куча папок со всеми программами. И я пришла к тому, что, ну вот опять-таки, это мне подходит. Лучше один раз не полениться и очень дотошно все выписать, вплоть до каких-то аранжировочных моментов, которые, возможно, даже не я играю. Ну, чтобы было понятно. Я вот смотрю на лист, я понимаю, что будет происходить. И потом это у меня остается, и я могу к этой программе вернуться спустя полгода. И мне не надо будет, ну, как бы делать всю эту работу заново. Я освежаю, играю, ну, дома позанимаюсь, прихожу, и я в материале. То есть у меня сейчас такая система. Этап подготовки, он более муторный и трудоемкий, но зато потом это дает свои плоды. Тем более некоторые бывают, если это не авторские композиции, они играются в разных коллективах. И я, допустим, уже подготовила ее для одних ребят. Тут я ее достаю, и тадам, у меня все готово. Вот, то есть как-то так. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас пояснила такой процесс структурирования, да? А вот можешь дать какие-то советы нашим зрителям, молодым музыкантам по поводу, может быть, какие-то там лайфхаки именно по съемам? То есть чтобы что-то структурировать, надо сначала это снять, да? То есть вот назовем, вот структурирование – это вторая часть работы, а первая часть – это получение этой информации, да? Приобретение ее. Вот можешь что-то какое-то выделить? Ну, или рассказать, как у тебя это было? Вот ты сейчас сказала, что не сразу у тебя всегда это получалось хорошо. Вот, может быть, какие-то дашь советы, которые помогут еще кому-то? Да, это такой процесс, конечно, который становится со временем. Это тоже опыт. Естественно, чем больше ты делаешь, тем лучше получается, как и в любом деле. Ну, вот могу поделиться именно своей историей. У меня была проблема, бывает, снять гармонию, гармоническую сетку. То есть бас – это же все-таки одноголосный в основном инструмент. Допустим, хорошо слышно тонику, основной звук, ты понимаешь так, ну до. А вот что дальше? Мажор, минор, там, если это какая-то более развернутая гармония, какие-то надстройки. И я для себя решила эту проблему таким образом. Ну, у меня дома есть меди-клавиатура, подключенная к секвенсору, ну, звук, фортепиано. Я прям занималась аккордами. То есть это, наверное, где-то теоретическая часть. Чтобы что-то услышать и узнать, надо уже заранее это знать. Ну, то есть я навряд ли смогу сказать, что это мажорный саптаккорд, если я не знаю, что такое мажорный саптаккорд. То есть это вот такая минутка теории. Но если это все обобщить, я думаю, что очень хорошая вещь что-то пропеть и найти эту ноту на инструменте. Когда я не знала вообще никакой теории, я просто слушала, допустим, какой-то басовый риф. Я пыталась голосом спеть ноту, которую я слышу. И потом просто искала ее на инструменте. Бывало, я очень долго ее искала. Потом ее находила, проверяла. О, да. И вот таким образом я поначалу ковырялась, когда, собственно, теоретических знаний не хватало. А сейчас, когда уже я, в принципе, знаю, грубо говоря, как это устроено, мне даже я часто снимаю в метро, сажусь просто и пишу без инструмента. Ну, потому что уже слух натренирован. То есть, конечно, тренировки плюс какое-то количество теоретической базы. То есть, получается, если вот я постараюсь обобщить, а ты скажи верно, я это сделал или нет. То есть, первое, это мы пытаемся пропеть ноту, самые такие азы, для того, чтобы уже с голоса попытаться найти ее на инструменте. Это будет легче, чем вычленять ее из фонограммы, где еще разные другие звуки. И второе, что тебе помогло, и я с тобой согласен, и также подписываюсь под твоим выражением, что нужно заниматься аккордами. Да, что независимо, играете вы на бас-гитаре, на гитаре, поете, тем более, надо знать, как нажать аккорд. И, естественно, будет сложно снять аккорд, не зная его. И клавиши сильно помогают. Поэтому не стесняйтесь, мне кажется, всем нужно дома иметь хотя бы двухоктавную маленькую миди-клавиатуру, чтобы она не просто была украшением стола, а все-таки немножко мучить ее или чтобы она мучила вас. Это 100% даст плоды. Хорошо, вот можешь сказать, я сейчас перед тобой извиняюсь, извиняюсь перед нашими зрителями, что я могу, может быть, задать какой-то глупый, очевидный, там, в стотысячный раз вопрос, но я беру на себя эту функцию, в моем лице будет задаваться тебе какие-то вопросы, может быть, банальные, но они могут помочь нашим зрителям. Если вдруг молодые дарования стесняются признаться себе, я имею в виду девушек, что они хотят играть на бас-гитаре по какой-либо причине, может быть, их кто-то там, они кому-то сказали, а их начали засмеяли, что ты, да ты, там, вот это, возьми лучше скрипку или там, ну, все в жизни может быть. Может быть, как раз твоя история, она кого-то смотивирует, и я буду очень рад, если именно после нашей программы станет чуть больше бас-гитаристов, девушек, и все. Есть ли разница работы в мужском коллективе, в женском коллективе, или же, там, это не важно, и как-то это уже все, все эти грани стерлись? Чувствуешь ли ты какую-то, какую-то разницу? Да, это прям хороший вопрос. Мне кажется, тут, помимо всего, еще это все завязано на психологию. Все-таки, ну, это мое мнение, что мужчины и женщины достаточно разные, и, конечно, где-то это ощущается. Вот, возможно, ну, женщины все-таки более эмоциональные, особенно, когда на каких-то гастролях, ну, надо хорошо кушать, есть, и тогда будет мир. А в целом, на самом деле, я вот сейчас придерживаюсь такого мнения, что я вот просто профессионал своего дела. Конечно, я девушка, и когда я выхожу на сцену, мне нравится красиво выглядеть, что все замечают, что я девушка. Но в плане выполнения своей работы я знаю, что я должна сделать, и я знаю, как я это должна сделать. И есть какие-то, опять-таки, для меня, ну, не то, что правила поведения в коллективе, но, ну, корректность какая-то, вот, тактичность, ну, вот, в целом, находясь в коллективе. И я этого придерживаюсь, ну, в любой компании, в женской, в мужской. Вот. И очень приятно, когда люди себя ведут профессионально, независимо от их пола, и тогда можно работать, если человек приятный в общении, если он отлично играет. Ну, не знаю, это просто любовь. Окей. Скажи, твое отношение к количеству струнных инструментов. Вот, там, если девушка захотела попробовать или решила, все, я буду играть на бас-гитаре, мне хочется, и мне не помеха, что бы ты посоветовала? Не смотреть на количество струн, или, может быть, наоборот, лучше взять четырехструнный инструмент, если что, там, поставить от пятиструнного комплект струн, что если нужна там низкая, но будет удобнее играть. Вот, какие-то аспекты, они могут быть? Я просто не знаю. Поэтому я просто спрашиваю. Да, я поняла вопрос. Ну, я, кстати, одно время преподавала в музыкальной школе и просто наблюдала за тем, как люди вообще начинают. То есть вот человек хочет, он выбирает себе инструмент, и мне кажется, главный момент, чтобы не пугало. Вот, например, меня бы сразу пять струн испугали. То есть у меня такой был настрой психологический вот в свои десять лет, что мне казалось, что я справлюсь с четырьмя струнами. Вот, если есть настрой на пять струн, и действительно есть вот запал справится, я думаю, можно брать пять. Единственное, на мой взгляд, я бы не советовала брать шестиструнный бас. У меня вот, кстати, было два таких инструмента. Ну, по таким, наверное, практическим причинам, что он чаще всего намного тяжелее. И пока, в принципе, вот эта шестая струна, она больше нужна для сольной и аккордовой игры. И, наверное, на первых порах все-таки это будет не самое основное. То есть все-таки основы, они все лежат вот здесь вот в начале грифа. Поэтому, я думаю, четыре или пять струн и прислушиваться к себе. Потому что на четырех струнах можно так сыграть, что и пятая, в принципе, не нужна. Ну, да. Я всегда привожу пример Виктора Уттона. Он играет на четырех струнах, но кто-то может что-то сказать против, что ему что-то не хватает. Да. Или Джака Пасториус. Да, да. Там вообще, как будто он играет, не знаю, на 12 струнах одновременно, просто судя по количеству нот. Вот. Мы затронули сейчас немножко уже муз-литературу, даже я бы так сказал. Что бы ты посоветовала? Это уже не важно. Там пол, все. Просто общий вопрос. Что бы ты посоветовала послушать для начинающего бас-гитариста или просто для бас-гитариста, который сейчас от тебя услышит впервые эти слова? Каких-то исполнителей, да? Может быть, какие-то альбомы, которые ты считаешь, что, ну, как бы, столбы, да, на которых вот развивался и развивается, и до сих пор мотивируется весь бас-гитарный мир, так скажем? Вот что тебе нравилось, что тебя мотивировало? Что бы ты посоветовала? Ну, я, наверное, в своих советах буду немного однобокой, поскольку я росла на фанково-джазовой такой музыке, и, допустим, что-то из более тяжелых стилей, ну, мне это нравится, но я, как говорится, не в теме. Я не говорил про стиль. А, ну, просто в каждом стиле, я думаю, есть свои опорные какие-то ключевые басисты. Ну, в принципе, как считается, основа сольного вообще исполнения на бас-гитаре, какого-то прям мелодичного солирования, аккордовой техники, это Джака Пасториус. Ну, это просто гений бас-гитары. Вот. Для меня, например, в подростковом возрасте это было не сильно интересно. Я позже уже к этому пришла. Для меня был идеалом это фли. Я сняла все его почти партии, и готова была уже набить себе какую-нибудь татуировку. Вот. Но это... Ну, мне кажется, тут еще зависит от стиля. То есть все-таки это важно, потому что если человек любит более тяжелую музыку, если ему поставить Джака Пасториуса, возможно, он просто, ну, как, не поймет, что происходит, и ему это не зайдет. То есть, в принципе, если человек открыт ко всему, то стоит послушать, конечно, Стэнли Кларка, Виктора Вутона, Стива Бейли. Вот. Но, опять-таки, это все, я думаю, вкусовщина, потому что бас-гитара сравнительно молодой инструмент. И говорить о какой-то прям вот такой классике, что вот прям вот, наверное, тут еще рано, потому что у рок-исполнителей свои культовые какие-то музыканты, на которых можно опираться и равняться. Ну, вот, там, я больше играю рок, да, какой-то, ну, стиль вот в эту сторону. Но я сейчас вот сам вспомнил, что мне преподаватель как-то показывал, вот, и Пасториус, да, то все. Мне почему-то больше всего зашел, и я прям до дыр заслушал пару альбомов с Тюхэмом. Вот у меня вот именно его сольная подача, вот мне он очень нравится. И я был счастлив потом через много лет лично с ним познакомиться, вот. Это отличный мужик, добрячок. Вот, и почему-то вот долго я сидел на потетуче. Хотя, ну, это такое уже больше джазовое. А из-за рока я залипал по Беляшихану. Ну, там прям вот очень все быстро. Да, да. Скажи, есть какие-то особенности, допустим, не знаю, там, вот у тебя, если надо быстро размяться перед концертом, ты какие-то для себя, вот как ты разминаешься? Если надо, не знаю, там, с транспорта, там сразу вот у тебя нет времени, чтобы ты спокойно провела время перед концертом, или там без саундчека. На саундчеке мы же тоже как бы играем, разминаемся. Вот бывает же такое, что подключились, надо быстренько сыграть. В такие какие-то немножко, может быть, нервные ситуации. Можешь дать советы? Ну, вот примерно, как ты разогреваешься? Ну, да, у меня есть один, можно это даже назвать, лайфхак. Вот. В общем, когда мне надо сразу, там, грубо говоря, из такси или из метро выпрыгнуть на сцену, я пока еду, ну, допустим, это мой чехол, вот, я включаю какую-то музыку, ну, в нужном темпе, ну, к примеру, начиная от медленной до быстрой, просто ставлю правую руку и делаю вот так. Так, причем здесь, ну, можно, допустим, разные длительности пройти, можно восьмыми, четвертями. Ну, и, конечно, чувствовать. Если рука уже теплая, можно побыстрее начать. Ну, главное, чтобы все здесь было тепло, без зажимов, никаких неприятных ощущений. То есть, если есть какие-то зажимы в руках, лучше, конечно, даже помассировать. Вот здесь вот пальцы пройтись, чтобы прямо вот руки, ну, реально ощущались своими руками, вот, родными. Ну, и вот я сижу вот так с чехлом и вот так вот делаю, меняю треки, заодно я слушаю музыку или повторяю программу, кстати, если я не в материале, то можно поставить то, что сейчас буду играть. Классно еще здесь запустить полиметр можно. Если, например, я играю двумя пальцами, акцент же все время идет на один и тот же, я начинаю играть, допустим, ну, шестнадцатые по три, так, это, так, это, так, это, так, это. И получается, я акценты прохожу, у меня разогревается рука, я приезжаю, еще повторила материал, и вот. А насчет левой руки здесь сложнее, ну, стараюсь просто сделать массаж хотя бы. И перед выступлением, ну, хотя бы вот что-то чуть-чуть пройтись, чтобы не было зажима. Потому что у меня были травмы рук, я знаю, что это прям больно, грустно. А в смысле ты переиграла руку? Да, у меня были моменты, когда я перебарщивала и с занятиями, и играла неправильно. То есть, вот опять-таки, для тех, кто начинает, ну, такой прям совет прожитый, прочувствованный. Если вдруг при игре есть какие-то неприятные ощущения, лучше сразу остановиться, посмотреть хотя бы где они происходят, при каком движении это происходит. То есть, ну, постановка на бас-гитаре, я думаю, это вещь достаточно условная, поскольку руки очень разные, например, длина пальцев разная. Кому-то кто-то плоско играет, кто-то вот так играет. То есть, я думаю, что здесь очень много вариаций, но самое главное, чтобы весь аппарат хорошо работал, чтобы не было никаких болезненных ощущений. У меня и с левой рукой была проблема, и с правой. Ну, это было в разные временные отрезки. С левой я решила так, что я даже не ходила ни к какому преподавателю, я просто очень медленно прям вот извлекала ноты и пыталась понять, что происходит с моим организмом. Допустим, я понимаю, что в таком положении, вот я вот так вот играла, меня вот тянуло здесь вот все просто. Я поняла, так, нет, не пойдет. И как-то эмпирически, методом тыка я вот нашла свою постановку. А с правой рукой тоже были зажимы, поскольку еще большая проблема, когда играешь и себя не слышишь, плохо себя слышишь. Сейчас я уже редко работаю в таких условиях, когда я прям себя действительно не слышу. А раньше было, я даже себе, у меня был вывих пальца вот в этом суставе. Это я так старалась, вот, себя не слыша. Ну, не вывих, а подвывих. То есть он так вот просто сместился. И вот через все эти травмы я поняла, что в первую очередь должно быть мне комфортно, когда я играю. Чтобы я себя хоть как-то слышала. А если я себя действительно уже не слышу, но надо играть, я перестаю напрягаться от обратного. Я просто расслабляюсь и понимаю, ну, все, я себя уже сегодня не услышу. Мне главное сохранить свои пальцы, чтобы они не отвалились. Ну, собственно, вот. А на сцене ты работаешь, предпочитаешь ушной мониторинг или напольный, чаще? Ну, зависит тоже от масштаба выступления. Конечно, когда это какие-то прям стадионные, огромные истории, удобнее в ушных мониторах. Я вот сейчас себе сделала, наконец-то, заливки, чтобы там был полный вакуум, ничего лишнего. А если это какое-то камерное выступление в формате даже джема, то, конечно, с напольными тогда прям все чувствуешь, все прям осязаемо. То есть ты, несмотря на то, что работаешь с ушными мониторингами, все равно считаешь, что в напольных есть свой шарм и какая-то магия, да? Да, когда это прям вот звучит акустически практически, ну, если нет отражения, если акустика помещения позволяет, то, конечно, в напольной это более как-то по-настоящему для меня. Ну, и, наверное, от стиля музыки зависит. Если музыка с большим количеством синтов, плейбэков, с кликом еще, с метрономом, конечно, надо только в ушах, иначе это все расползется. Дорогие наши зрители, сейчас Настя сыграет для вас упражнение, ну, или какое-то музыкальное, я не знаю, что, что-то, что вам нужно будет в рамках конкурса снять, повторить, сделать видео, выложить на ВКонтакте. Главное, чтобы вы указали хэштег «Мусторг» и хэштег «В мире бас-гитаристов». Все полные правила этого конкурса будут в описании видео. И лучший исполнитель получит специальный приз от компании «Мусторг». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Настя, у нас есть такая рубрика «Замечательные истории», потому что вся наша жизнь, особенно гастрольная, она наполнена теми плохими или хорошими событиями. В общем, она интересна и разнообразна. Мы поговорили об умном, давай теперь о смешном или страшном. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь забавный случай из твоей музыкальной жизни. Да, могу рассказать одну историю. Она немного пугающая, но с хорошим концом, с хэппи-эндом. В общем, мы выступали на дне города, мероприятие «День города» был. Не знаю какого, где-то в Подмосковье, далеко от Москвы. Происходил саундчек, вроде бы все было хорошо, бас звучит, все, звук классный. И тут в какой-то момент бас перестает играть вообще просто. Он не издает ни единого звука. Естественно, мы проверили там звукорежиссеры CD-боксы, джеки. В общем, ничего не помогало, бас не приходит. И уже выступление вот-вот, у нас чек был впритык, буквально через 30 минут. Я уже не знала, что делать. Взяла, раскрутила темброблок, думаю, посмотрю. Я там ничего не понимаю, но открою хотя бы, как капот. Девушки открывают, просто смотрят. И что же я там нахожу? Там просто провод отломился от контакта с батарейкой. Там вот, куда присоединяются батарейки, проводочки. Он отломился. Причем полностью. Конечно, это было жутко. Паять я не умею. И там вообще ничего не было. Ну, такая какая-то была достаточно сцена. Просто где-то в городе ничего, особенно рядом. В общем, я уже от отчаяния взяла, счистила вот эту вот изоленту, изоляцию. Нашла суперклей и приклеила этот проводок к клемме. Кое-как это все держалось. Я, когда выступала, я боялась пошевелиться, чтобы просто эта конструкция там вся не развалилась. Ну, все-таки выступили, бас звучал. Ура! Но стресс был колоссальный, если честно. У всех причем. Причем у всех. Добавила всем огоньку. А чем ты зачистила провод? Пилкой? Ну, вот какими-то там маникюрными принадлежностями. Вот, смотрела. Вот, например, у нас их нету. Да. Ну, как бы мы не носим с тобой, поэтому... А раскрутила винты я пилочкой, да. Вот. Так что все может быть полезно в таких ситуациях. В этой ситуации, да. У тебя был лучший набор инструментов. То есть, как бы, так сказать, фора перед мужиком, которого нет ничего. Слушай, ну, да, это такая, как сказать-то, очень редкая проблема, но я вот так же слежу. У меня все басы активные, и мы меняем батарейки. У меня еще в басах лампочки, и лампочки, да, вот, и лампочки жрут батарейку нещадно. Кроны хватает на два концерта. То есть каждые два концерта я открываю бас и вытаскиваю. И каждый раз я снимаю эти клеммы. И я уже такой иногда снимаю, а вот одна клемма, которая тоненькая и входит в батарейку широкую, а ее, когда начаешь доставать, она аж прямо вот так отодвигается. Я думаю, сейчас она просто останется там, а вторую половину я оторву. И я даже начал эту клемму в самой батарейке другой, новой батарейкой, то есть вот углом немножко расшатывать, чтобы не так плотно заходило. Вот, поэтому я там четко слежу за этими проводами, ничего ли там не отвалилось. Но вообще, да, это очень хороший тоже аспект. Если у вас активный инструмент, у вас активный преамп, там есть батарейка, которую нужно менять. Обычно меняют раз в полгода. Можно с запасом менять, если не оставлять дома с включенным джеком. Если оставляете, то батареечку придется менять почаще. Вот, и так же, как любая электроника, требует ухода, даже просто осмотра. Особенно, если попали под дождь. Бывает такое на сцене, что попадется под дождь, обязательно потом надо посмотреть, не попала ли туда вода. Это 100%. Ронусы активных инструментов, скажем так. У нас есть еще одна рубрика, собственно, из-за которой мы с тобой и познакомились. Я прошу гостя пригласить следующего гостя, может быть, своего друга, подругу. Уже можно договорить так, потому что наша передача наконец-то стала не только мужской. Вот. Скажи, пожалуйста, кого бы ты хотела в хорошем плане подставить, а мы этого человека разыщем, посадим на этот стул и будем допытывать? Ну, я бы хотела пригласить замечательную бас-гитаристку Эльвиру Клименко. Мы с ней вместе учились, и здорово было бы ее здесь увидеть, послушать. Эльвира, мы найдем ваши контакты. Настя, помимо Мусторга у нас еще есть спонсор. Это компания Ротосаунд. Я бы хотел тебе презентовать струны. Если ты не использовал их, мне будет приятно услышать от тебя обратную связь, потому что я использую только эти струны и сижу, в кавычках, на них уже, наверное, третий или четвертый год, и это самые лучшие струны, которые у меня были. Вот, хочу с тобой поделиться. Спасибо. Это стальные струны, и я надеюсь, они тебе подойдут по калибру. Да, прям самое то. Класс. Настя, спасибо, что уделила время. Я очень рад познакомиться. Надеюсь, мы еще пересечемся где-нибудь на каких-то совместных выступлений. Желаю тебе меньше форс-мажоров, хороших концертов, больших площадок, и чтобы все по жизни получалось. Еще раз рад был познакомиться. Спасибо. Мне очень было приятно пообщаться. Думаю, еще увидимся обязательно. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok